Здравствуйте, уважаемые друзья! Добро пожаловать в мой обучающий курс по защите компьютера. Прежде чем приступить к обучению, давайте немного предохранимся от возможных неприятных последствий. Если у вас этот курс записан на CD или DVD, скопируйте все содержимое диска куда-нибудь себе на жесткий диск в отдельную папку. Потому что CD и DVD диски это штука не очень надежная. Теперь давайте пробежимся по содержимому курсу. Вступление. Это то, что вы сейчас смотрите. Итак, первый раздел. Это уроки, которые научат вас основам безопасности компьютеров. Это основные правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы значительно уменьшить вероятность проникновения вредоносных программ на ваш компьютер. Изучив эти уроки и выполнив их на практике, вы сделаете ваш компьютер гораздо более защищенным, чем у тех людей, которые просто поставили себе антивирус, чтобы спать спокойно. Ваша защита будет в несколько раз надежнее, чем антивирусная. Однако 100% защиты не бывает. Если кто-то вам скажет, что он может на 100% защитить ваш компьютер, то он просто нагло врет. Поэтому у меня есть второй раздел этого курса. В этом разделе содержатся уроки, которые необходимо проходить хотя бы раз в месяц. И они вам помогут вычищать те вредоносные программы, которые все же смогли просочиться на компьютер. На самом деле раз в месяц это ориентировочная цифра. Кому-то понадобится делать это чаще, кому-то реже. Вы постепенно сами возьмете, насколько это нужно лично вам. В этом разделе достаточно много уроков. Он состоит из двух страниц. Но возможно, что далеко не все уроки лично вам понадобятся. Вы, посмотрев каждый из них, поймете, что из них нужно именно вам. Уроки даны с избытком для самых-самых разных случаев. И они начинаются от самого простого, в расчете на тех людей, у которых знания в компьютере вообще близки к нулю. И дальше постепенно все усложняется, усложняется. И идет решение более сложных задач. Однако я обращаю ваше внимание на то, что подготовительные уроки из этого раздела все-таки желательно пройти всем. Иначе все остальное будет работать не так, как надо. Потому что все это части единой системы. То есть недостаточно просто взять программу из 15 урока, которая вам понравилась, и пройти ею проверку. Такие действия будут мало отличаться от антивирусов. И, соответственно, эффекта от этих действий будет не очень много. Сначала нужно подготовить компьютер, как показано в первых уроках этого раздела, а потом уже делать все остальное. Ну и заключительные уроки тоже нужны, чтобы после всех этих процедур вернуть компьютер в нормальное состояние. Я повторю, что необходимо прорабатывать этот раздел обязательно, даже если видимого заражения у вас сейчас нет. В этом и есть его смысл. Не ждать, пока жареный петух клюнет за одно место, а сделать все заранее и продолжать регулярно это делать. Дальше у нас идет раздел «Ссылки». В некоторых уроках из второго раздела вам придется скачивать определенные программы, и ссылки на эти программы проведены вот в этом вот разделе. Дальше у нас идет раздел «Дополнительные уроки». Вот этот раздел на тот случай, если жареный петух все-таки клюнул, и вирусы заблокировали ваш компьютер полностью. В таком случае на каком-нибудь другом компьютере посмотрите этот урок по варийной очистке и создайте специальный загрузочный диск, как показано, который вас спасет. Остальные уроки из этого раздела вспомогательные, вы их могли уже видеть, если изучали мои другие курсы. Эти уроки рассказывают подробно, как создать загрузочный диск и как настроить биос для загрузки с этого диска, на случай, если вы вдруг не умеете этого делать. Ну и это раздел для тех, у кого не проигрывается видео, соответственно, вам он не потребуется, поскольку вы видео уже смотрите. Здесь просто ссылка на универсальный видеоплеер, который умеет проигрывать любые видеофайлы. Ну и еще, если у вас возникают какие-то вопросы, пишите мне на адрес, который указан на упаковке с обратной стороны. Там есть электронный мой адрес. Ну а я еще раз благодарю вас за покупку этого курса и увидимся с вами в видео уроках.